здравствуйте друзья это дмитрий кузнецов предлагаю дослушать до конца но сам ролик интересен вот как они так постепенно знаете под шкуру пытаются залезть к человеку и когда какой степени их компетентность скрывается в самом конце когда они не слышат то что хотят услышать давайте послушаем как выпросил один чудак то что заслужил то и получил то есть до самого конца слушайте пожалуйста ролик итак внимание добрый вечер здравствуйте я вас олег александрович кредит европа банка его слушаю дело в том что я хотел бы поговорить с павлом александровичем по поводу кредитного обязательства это вы поэтому и мне смутило это ваше имя олег не допонял сразу меня уже назвать да это я я представил да да я просто не понял я просто недопонял сразу думал кого-то спрашивать все я вас слушаю да я хотел бы с вами поговорить по поводу нарушенного кредита обязать скажите пожалуйста у вас какие трудности просто у нас есть несколько программного регулирования а именно это получается реструктуризация либо диском 50 процентов от всей суммы да есть трудности значительные как у большинства населения нашей прекрасной страны поделаешь с работы поперли как уволили сделали предложение от которого я не смог отказаться либо сидеть на турникете ворота открывать машину въезжающим ну либо по собственному желанию а вот и все понятно проспорить какая ситуация длительная просрочка 8 и от идет сумму долга перед банком полумобильные 38000 кто мог знать а когда кредит брала мне хорошо хорошо но дело в том что смотрите могу вам согласовать опять же у нас есть банк программ процедура закрытие кредита по льготным приложением по льготной сумме то есть дисконт видите в чем проблема ваши все согласования не будут иметь никакого успеха с точки зрения того что ваша работа окажется бесполезной потому что у меня и просто физически нет денег и взять и даже если вы будете иметь возможность за восемьдесят девять тысяч семьсот рублей вы слышите цифру человек который не работает восемьдесят девять тысяч мне сейчас пособие по безработице пообещали 7000 рублей а кто вам это пообещал на бирже узнала справка ну пока еще не документ оформляем что это меня есть справка не вы можете документы предоставить куда а что это изменит нету конечно могу но дорогую справку но чтобы это было официально по вашим словам совершенно верно что это изменит отношение банка ко мне изменится тогда с удовольствием это вы просто предоставить официальные документы на рассмотрение еще не ну и что мне спишут долг долг вам вот я предлагаю так поспишем только у вас деньги должны быть в любом случае без денег с банка не рассчитает это априори без денег никак не рассчитаться то есть тут либо создать условия когда банку выгодно отказаться от претензий ну либо либо вообще да только так и никак иначе вот смотрите вот вы разумный человек вам говорят что я надеюсь 8000 банк предлагает практически за 90 тысяч закрыть кредит в том-то и дело я констатирую со всей ответственности что я разумный человек и обещать того что я заведомо не смогу сделать я не буду потому что я разумный человек они врун болтун и тот самый там хорошо как вы собираетесь банков рассчитывать нему не как не как русское слово есть такое не как то есть нет возможности мне с банком рассчитаться мне нужно себя как-то прокормить я же не могу от зубы извините на разображение на полку свесить банк деньги отдавать банка есть если претензии скажите а чем вы вот все это время может быть думали о поселении не думали рассчитываться кредитором что чем таким органом или вы пытаетесь меня на что-то вызвать то есть так это сама подспудно оскорбить но хоть и по задницей либо мозгами так вы хотели сказать александрович александрович между слов как между строками не находите истины да ладно а зачем тогда вы зачем вы так это завуалировано свои вопросы вот я на вашем месте извините меня пока что не за что со своими долгами перед банками если я бы вы понимаете помните мы да 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 не надо на моем месте даже оказывается человек лежал за работа только заработка работы просто ужас а вы сидите ничего не делаете ничего не делаю страдайте алкоголизмом вы лечитесь почему именно так происходит а что других вариантов я ищу достойную работу понимаете я не могу работать на 20 до вас образование есть у меня высшее образование кто вы по специальности я инженер-программист хорошо тема до этого работали по специальности как приходилось сложно найти работу вы получили образование далее вот вы работали вместо работы у кадра очень любопытно зачем вы все эти вопросы ведущий главный специалист кем это вы работали вот мне сейчас ответите вы мне на мой вопрос так как вы мне позвонили да я еще и ко всему прочему клиент банка а вот я даже не пытаюсь удостоверить банка нет градации клиент он есть клиент заемщик приходит с деньгами делают вклад от полмиллиона подождите хорошо это клиент судя по вашей логике заемщик он имеет статус какой-то такой более униженный нет надо книжки читать понимаете павел александрович ну я считаю подождите вы прям очень изо всех сил вы меня на что-то вызываете то есть вы хотите сменить вот эту дискуссию вежливую на базар вокзал давайте я вам это устрою для начала перейдем на ты слушай сюда индюк тупорылый ослабородая свинья слушай сюда я тебе ответил бабок нет для банка бабки у меня есть я занимаюсь фрилансом я зарабатываю в месяц порядка 180 медицины вы сюда индюк а ты работаешь на козьей работе на бабской попрошайка не хочу не хочу прощает 150 да мне похуй на твой банк пускай он пускай он себе прощает все что угодно понимаешь вы пожалуйста очертила охуел небось да ну ты же сам сука меня вынудил а ты же сам вот я с тобой блять максимально долго вежливо разговаривал все наши родители всего доброго до свидания о блять я слабо друзья ну вот примерно так на ваш суд хотите лайк хотите дизлайк а кто не подписался подписывайтесь здесь у нас еще и не такое бывает это как говорится мягкий разговор ну а для тех кому нужна юридическая защита в описании ролика ссылочка есть на наш сайт где рассказывается как устроена работа кредитных юристов компании алиам именно на сайте выложена презентация с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты всем хорошего до свидания и финансово благополучия конечно же